Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Патия. Сегодня мы будем читать 21 главу. И мы читаем первый стих. «И призрел Господь Насару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». В Священном Писании иногда говорится о действиях Бога «увидел Бог», то есть «призрел», «услышал Бог» и «вспомнил Бог». Это такие антропоморфизмы, которые что-то означают. Например, «призрел» или «увидел» имеется в виду «оценил». То есть оценил состояние человека, его качество и принял решение. «Вспомнил» – это означает «счел», что теперь то самое подходящее время, когда надо исполнить то или иное обетование. Если говорится, что Бог услышал, это всегда означает, почти всегда услышал молитвы человека. Итак, мы читаем «И призрел Господь Насару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Ну, здесь немножко мы как бы видим как бы тавтологию «как сказал и сделал Господь Саре, как говорил». О чем это? Бог сказал Аврааму, но Бог это говорил и Саре. Так как муж и жена, они неотделимы друг от друга, любое действие, которое мы делаем чьей-то жене, мы должны всегда предполагать и мужа. Или мы помогаем мужу, мы имеем в виду и его жену, и его детей. То есть забота о целом доме имеет очень большое значение. Апостолы были научены Иисусом Христом проповедовать не отдельно взятым людям. Проповедовать надо было целой семье. Поэтому Христос говорил, что идите по домам, и в какой дом вас пустят, там находитесь. Но есть случаи, когда одному человеку проповедовали, так тот был евнух, это то, что в книге «Деяния» описано, он физиологически не мог иметь ни жены, ни детей. Поэтому очень важно, когда мы осуществляем свой апостолат, миссионерскую работу, работать с целой семьёю, не игнорируя ни одного члена этой семьи. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарёк Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. Исаак — это радость, возрадуется в будущем времени, потому что он про отец Иисуса Христа. Здесь опять мы видим как бы повторение излишнее. Мы уже знаем, что Сара родила, а тут мы прочитали, «И нарёк Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара». Исаак дал имя ему. А о чём это? То есть Сара всё делает и по благословению Бога, и по молитвам своего мужа при его одобрении. Конечно же, Авраам молился за свою жену, чтобы она забеременела. А мы знаем силу молитвы Авраама, когда он помолился, то все чресла открылись в доме Авемелеха. И сам Господь говорил Авемелеху, пусть Авраам за тебя помолится. «И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедовал ему Бог». Исаак считается первым человеком, который был обрезан в восьмой день, потому что обрезание совершали над взрослыми людьми. Измайлу Ишмаэлю был 13 лет, Аврааму был 99 лет, когда их обрезали. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. То есть Исаак был зачат от обрезанного человека, то есть от человека, который вступил в завет. Бритмила, завет обрезания. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. Здесь некая игра слов. Мальчику дают имя Исхак, которое означает «смех, радость», и Сара это принимает как бы на свой счет. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Далее мы читаем. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Значит, какие мы имеем цифры? Когда Авраам зачинает Исаака, это было после обрезания Авраама, Аврааму 99 лет. Когда Исаак рождается, Аврааму 100 лет. Грудью кормили два года. Два года. Это Аврааму уже 102 года. Когда отнимают от груди Исаака, Исаака, это был большой праздник. Как вот у нас крестины, а тогда вот отнятие от груди, то есть ребенок выжил, он теперь точно не умрет, потому что женское молоко, оно сообщает иммунитет. Поэтому женщины должны стараться, христианские женщины, как можно дольше кормить ребенка. Не думайте там о своей груди, о том, что вид ваш как-то изменится. Это очень важно, потому что сообщается ему иммунитет. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». Здесь присутствует слово «Метсахек». «Метсахек» «Насмехается». «Метсахек». Но слово «Метсахек» может означать много что. Прежде всего, оно означает идолопоклонство. Исход 32.6. Также оно может означать сексуальное отношение. Это книга Батия 39.17. И это слово может означать убийство. Это вторая книга «Царей 2.14». «Метсахек». Поэтому очень трудно понять, в каком смысле Ишмаэль, Измайл насмехается над своим двухлетним братом. то ли он учит его поклоняться идолам, то ли он подвергает его жизнь опасности, то ли какие-то такие сексуальные шалости по отношению к ребенку, когда никто не видит. Но далее мы увидим ответ на этот вопрос, что же делал Измайл с Исаком. И вот, когда Сара это увидела, что он надсмехается, «Метсахек», «и сказал Авраму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исаком». Ну, понятно, у нее не только страх за ребенка, но и ревность присутствует. А Исмаэль, он мог вести себя очень дерзко, он мог ходить и говорить, «А что вы нянчитесь с этим Исаком? Я первенец Аврама, я его наследник, а это второй ребенок». И показалось это Авраму весьма неприятным ради сына его. Аврам любит обоих, он любит и Ицхака, Исака, он любит и Исмаэля, Исмаэла. Ему неприятно было это ради сына. Куда он прогулит сына? «Но Бог сказал Авраму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Это звучит неким резонансом. Бог говорит пророку «Во всем, что скажет тебе твоя жена, слушайся ее». Дело в том, что Сара, она тоже была пророчицей, она была наделена очень высокими духовными качествами, и она не уступала Авраму, а в некотором смысле она даже превосходила его. «Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». От Измаила и Шмаэля происходит арабская нация, и эта нация очень великая, и Бог их благословит, потому что они тоже семя Аврама. Они тоже семя Аврама, поэтому Господь ей говорит «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Аврам встал рано утром, мы уже с вами выяснили, что рано утром обычно происходит казнь, но вот изгнание тоже происходит ранним утром. «Аврам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее, она пошла и заблудилась в пустыне Версавии». Аврам был очень богатый человек, у него много чего было, но почему в этом случае он дает агаре и сыну ее так мало? Хлеб и мех воды. Почему? Потому что Бог сказал ему, Бог сказал ему, не огорчайся, Бог сказал, что он позаботится об Измайле. И Аврам на самом деле здесь проявляет именно упование на Бога, но это испытание, конечно, для агарь. Аврам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал агаре, положив ей на плечи и отрока. А вот тут немножко звучит, как будто и отрока ей положил на плечи. Я видел иллюстрации, где она чуть ли не несет этого отрока, но этого не может быть. Почему? Когда обрезание делается Авраму, Измайлу 13 лет. Через год рождается Исаак, Измайлу 14 лет. Через два года Исаака отнимают от груди, это время изгнания Измайла и Агарь, Измайлу 16 лет, 15-16. Как можно 16-летнего ребенка, тем более на востоке там они развиваются значительно раньше, положить на плечи матери. Поэтому здесь надо понять, почему так сказано. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока. Он не положил отрока на плечи. Мальчик был болен и он опирался на плечо матери. Он опирался на плечо матери и это усиливало боль сердца Авраама. Он вынужден прогонять мать с больным ребенком. И далее мы читаем, она пошла и заблудилась в пустыне Версавии и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом и пошла села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И вот здесь подсказка, Ремис, такой намек, что же делал Измайл с маленьким Исааком. Она села на расстояние выстрела из лука. И вот из этого делается вывод. Иначе чему нас может научить эта деталь? Ну, села она на расстояние полета стрелы из лука или на расстояние метания камня из прощи. О чем это? Это Ремис, намек, который указывает, почему Измайла и его мать все это постигла. Мацехек он смеялся над братом. Каким образом? Он посылал маленького Исаака бегать за его стрелами. Он стрелял из лука, маленький ребенок бегал, а он стрелял рядом с ним, там слева, справа, над головой его. И когда Сар увидела, она это вообще восприняла как покушение на ее ребенка, она возмутилась. Мацехек это не только поклонство, не только развратные действия, но это и покушение на жизнь человека. Поэтому на самом деле это не просто так было, Господь тоже оберегает нас иногда друг от друга. И Господь понимал, что нельзя им находиться вместе. И так она села против и подняла вопль и плакала. И смотрите, что говорится дальше. Она подняла вопль, она плакала и услышал Бог голос отрока. молитвы. А мы сами знаем, услышал, если говорится, что услышал Бог, имеется в виду, Бог услышал молитвы. Кого? Измайла. Мальчик стал молиться. Мальчику 16 лет. Конечно, он в доме Авраама, своего отца, пророка, уже выучил все основные молитвы. А вот вопль Агарь, ее плач, Бог это не услышал. А с чем это может быть связано? Агарь египтянка, в ее роду нету таких благочестивых людей, которые были бы благословением для нее. А Измайл, каким бы он ни был, он сын пророка. Он семя пророка. И Бог сказал, что он позаботится о нем, о его потомках, ибо они семя твое, сказал Бог Аврааму. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобою, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. А чему нас может научить вот эта деталь? Оттуда, где он находится. Бог смотрит на нас, не исходя из того, какими мы были, и даже не исходя из того, какими мы будем, Он смотрит на нас, какие мы сегодня и сейчас. И когда мальчик молится, юноша больной, жаждущей, неужели Господь ему не поможет. Судьба его, она будет трудной судьба, судьба Измайла, но в конце концов он, конечно, обретет раскаяние, то, что называется тешува. Встань, подними отрока и возьми его за руку. Вот здесь говорится о том, что она не просто там подняла его на руке, она за руку его взяла, ибо я произведу от него великий народ. Великий это не только большой народ, это славный народ, и мы знаем, что из арабской нации вышло много христианских мучеников и богослов. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла наполнила мех водою, и напоила отрока. Оказывается, колодезь был рядом все это время. Вот когда мы испытываем какую-то нужду, скорбь, мы даже не видим, не догадываемся, что решение этой ситуации рядом. Как сказано в Библии, Бог никогда не посылает испытания сверх наших сил, но воспитание посылает нам и некое облегчение, то есть разрешение этой ситуации. Она не видела той помощи, которая была рядом, колодезь, живой колодезь. И Бог был сотроком. Какие прекрасные слова. И Бог был сотроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Ну, в общем-то, он сделался разбойником, но Бог не покидает его своей благодатью, своей заботы, потому что он семя пророка. И если мы вовремя крестим наших детей, да, по-разному может сложиться их судьба, но Господь будет все равно проявлять заботу о них. он жил в пустыне Фаран, и он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Вот это неправильное решение. И было в то время, Авамелех с Вихолем, военачальником своим, сказал Аврааму, с тобой Бог во всем, что ты не делаешь. Ну, мы помним, что Авраам с Сарой тогда жил в Гераре, где правителем был Авамелех. И теперь, это Авамелех обращается к Аврааму, теперь поклянись мне здесь, Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. Авамелех наблюдал за Авраамом, что в каждом случае Бог на его стороне, и Авамелеху просто стало страшно, потому что хозяйство Авраама расширялось и расширялось. Как поведется Авраам? Авраам мирный человек, он не агрессивный человек, хотя ему приходилось брать в руки оружие, когда он освобождал племянника Лота. И сказал Авраам, я клянусь, то есть верующий человек всегда ищет мира и стремится к миру. «И Авраам упрекал Авемелеха за колодец с водою, которую отняли рабы Авемелеховы. Авемелех же сказал, не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том доныне». Но здесь мы понимаем, почему Авраам не сказал Авемелеху. Авраам видел за людьми Авемелеха, самого Авемелеха, который давал приказ захватывать колодец Авраама. А колодец в то время это важное такое стратегическое место во всех отношениях. «И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авемелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Авемелех же сказал Аврааму, на что здесь сие семь агнец, которых ты поставил особо». Ну, Авемелех очень богатый человек, и что для него семь агнцев? Но Авраам считает, что любой договор надо оформлять по обычаям той местности. Он сказал, «Семь агнцев сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Авраам дает как бы плату Авемелеху, налог за землю, чтобы был договор, что он не бесплатно получил. Потому что если бы Авемелех подарил бы, а потом Авраам умрет, и Авемелех сказал бы, «Я Аврааму подарил, его детям ничего не дарил. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они оклялись». Итак, название этого места Версавия, ибо здесь они оба оклялись. «И встал Авемелех и Фихоль, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую». Вот здесь немного непонятно, а почему Авемелех притащился с Фихолем, своим военачальником? Может быть, он это сделал не просто так. Но встретившись с Авраамом, он опять убедился в том, что нападать на такого человека нельзя. это небезопасно, даже если ты нападаешь с целой армией. «И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного». Чему нас здесь научает Авраам? «Если мы не выкупили землю, мы не должны там строить храм». Потому что приедут какие-то люди, скажут, а эта земля на вас не оформлена, и нам что придется своими руками разбирать храм, это прецедент. «И жил Авраам в земле филистинской как странник многие дни». Итак, сегодня мы окончили чтение 21 главы. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать 22 главу. Это очень важная глава. там рассказывается о жертвоприношении Исаака. И, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам не пропускать вовремя новых бесед, а чтобы вместе со всеми в определенное время вы бы продолжали домашнее изучение писания с помощью портала «Экзегет». Спасибо всех, Господь. Спасибо всем, всем,